Друзья, всем привет! С вами я, Эдскраббер. И сегодня у нас необычный топ. Топ телефонов без монобровей, без выреза, без челки, без козырька или как вы там ее называете. Да, такая проблема появилась совсем недавно. После выхода iPhone X все китайцы просто поперли. Перли выпускать телефоны с этой монобровью. А многим из вас, друзья, это монобровь не нравится. Я читаю ваши комментарии, вы говорите, о, следующий телефон опять вышел, монобровь, фу, я его не буду брать. Поэтому для вас, друзья, топ телефонов лучших без монобровей. Хотя здесь будут действительно топовые-топовые телефоны, но в конце мы немного поговорим и о бюджетных телефонах, так что не переживайте. Вообще, если говорить немножечко об истории, то первым телефоном, который был с монобровью, был Essential Phone PH1. Позже к ним присоединилась компания Sharp, но уже после этого iPhone, может быть, подсмотрел, может быть, не подсмотрел, но когда вышел iPhone X X, именно после него всех китайцев именно поперло и они стали выпускать телефоны с монобровью. На пятом месте, друзья, iPhone 8. Также сюда можно отнести iPhone 8 Plus, но я буду говорить конкретно об iPhone 8. Конечно, очень банально. Действительно, iPhone X породил, а iPhone 8 ему, по сути, противостоит. Но действительно, это один из самых лучших телефонов без монобровей на сегодня. Во-первых, этот телефон компактный. У него совсем небольшой экран, 4,7 дюйма, IPS-матрица, 2D-стекло, HD+, разрешение. Но HD+, разрешение кажется не совсем большое, но экранчик-то совсем маленький, 4,7 дюйма. Для этого экрана HD+, разрешение просто великолепное. Но действительно, здесь нет моноброви и он смотрится великолепно. Стекло спереди, сзади. По дизайну это действительно завершенный, хороший, интересный, законченный дизайн. В плане железа здесь тоже все великолепно, потому что центральный камень здесь A11 Bionic. A11 Bionic это один из самых лучших камней сегодня на рынке. iPhone никогда не блистал оперативной памятью, поэтому здесь 2 гигабайта оперативной памяти и начинается версия от 64 гигабайта. В Antutu вся эта история набирает около 232 тысяч баллов. Великолепный показатель, действительно один из самых мощных телефонов. И создатель этого телефона, и создатель этого процессора, и создатель самой операционной системы один. Это компания Apple. Поэтому они великолепно адаптируют свою операционную систему под свое железо и под свой телефон. Печаль, наверное, здесь эта батарея, потому что она здесь на 1821 мАч. Это немного, но на самом деле телефончик небольшой, экран небольшой. Поэтому очень хорошо адаптированная система, не так сильно кушает телефон, но все-таки это не так много. И не так много, как хотелось бы. Что касается ценника, ценник действительно большой. Если вы берете официально где-то в магазине, то ценник не совсем приемлемый, как по мне. Если вы берете на вторичном рынке, то цена где-то приблизительно в 35 тысяч рублей. Если вы найдете новенький, не совсем расцарапанный, то это будет отличное решение. Потому что iPhone 8 это одно из самых лучших решений без моно-бровины сегодня. На четвертом месте Google Pixel 3. Действительно это конкурент компании Apple, в частности iPhone 8, iPhone 10 и так далее. И Pixel выпускает хороший телефон. Здесь 5,5 дюймов Full HD+, разрешение. Это AMOLED матрица. Здесь Android 9. Батарея не совсем большая, на 2915 мАч. Но помню, что здесь AMOLED экран, и он не так сильно кушает батарейку. В чем преимущество Google Pixel? Здесь нет моно-брови, если мы как раз не говорим о Google Pixel XL. Вот в XL, друзья, самая худшая, самая ужасная, самая просто невозможно ужаснейшая моно-бровь. Это в Google Pixel 3 XL. Да, если кто-то смотрит Формулу 1, то в 2014 или 2015 году были вот такие формульные болиды. И вот с таким вот непонятным тоже абсолютно вырезом. Вот Google Pixel, наверное, добилась вот такого же успеха, как и Формулу 1. И в Dixu Mark они набрали 101 балл. Очень круто, это очень почетно. Фронталочка на 8 Мп, апертура f2.2. Самый большой минус этого телефона, я бы назвал его цену. Приблизительно это 800 долларов или около 50 тысяч рублей. Телефон действительно хорош, все в нем отлично, но ценник такой ломить, это как бы очень, очень не очень, друзья. И на самом деле это не такой популярный телефон. Если вы спросите у людей на улице, знаете ли вы о телефоне Google Pixel, или стали бы вы покупать себе телефон Google Pixel. Кто-то бы подумал, что это какой-то ноунейм китайский или еще что-то в этом роде, да? Вы, те, кто смотрите этот обзор, вы знаете об этом телефоне. Обзорщики знают об этом телефоне. Но другие люди, поверьте, спросите их на улице, они не знают об этом телефоне. И даже если вы его купите, вы будете его продавать очень долго, потому что никто не понимает, что это за телефон и почему он стоит так дорого. Вот в этом, наверное, самая большая проблема Google Pixel. Следующий смартфон, и вообще вся компания эта, не поддалась на монобровь. Ну, почти не поддалась. Догадайтесь, какая это компания? Это компания Meizu. И в данном топе это Meizu 16TH и Meizu 16X. Как вы, наверное, знаете, у Meizu есть один телефон с монобровью. Это Meizu 8X. Но это такая шикарная монобровь, какую только вообще, в принципе, возможно себе представить. Это идеал моноброви. То есть лучшей моноброви вообще нет в принципе на рынке, друзья. Пишите в комментариях, если вы знаете телефон с лучшей монобровью. Наверное, лучшая монобровь, которая случалась вообще в телефоне, это Meizu 8X. Эту монобровь можно, друзья, записывать просто в аналоге. Лучшей моноброви, понимаете, и преподавать сейчас в китайских школах на дизайн-курсах и так далее. Чтобы дети, которые выросли через 10-20 лет, пошли на завод Xiaomi, на завод Huawei. И показали бы вообще, в принципе, как можно делать красивую монобровь. Вот это тот случай, когда монобровь вот очень красивая. Но мы сейчас не говорим не о 8X, а о Meizu 16 и 16H. Пока вы увидите характеристики этого телефона, я хотел бы сказать, что это один из самых красивых. И по дизайну, наверное, один из самых законченных телефонов вообще на рынке. Есть ли красивее телефон Meizu 16H? По мне, друзья, нет. Мне кажется, это самый-самый красивый телефон сегодня на рынке. К объективным минусам я отнесу батареечку, которая не совсем большая. На 3010 мАч это в старшей версии, на 3100 мАч это в младшей версии. Это, конечно, не очень хорошо, но там тоже, в принципе, AMOLED-экран, поэтому жить как-то можно. И, конечно же, здесь нет NFC. То есть, в старшей версии, которая стоит 360 на Алиэкспрессе, а в России я вообще не буду говорить, сколько стоит, потому что там просто бешеных денег они стоят. Понимаете, друзья, за эти деньги я даже не хочу им пользоваться. Я просто хочу купить и чтобы оно там было. Потому что просто я потратил много денег. Я хочу, чтобы я купил и там было. В предыдущих двух телефонах в iPhone и Pixel есть NFC, а здесь у Meizu с этим вообще как бы никак. Но выручает, конечно, что нет моноброви и великолепный красивый дизайн. Второе место, друзья. OnePlus 5. Т. Немного забытый телефон. На самом деле, для меня этот телефон один из самых скучных, то есть, неинтересных телефонов. За телефоне не за что зацепиться. Поэтому мы сейчас сразу перейдем к характеристикам, немножко потом его проанализируем. Здесь AMOLED-экран 6 дюймов, Full HD+, разрешение. Хороший экран, не спорю, все отлично. 835-й дракон. Он сейчас актуален. И будет актуален оставаться еще в районе лет 5, наверное. Проблем вообще с ним никаких не будет. То есть, все будет точить. И игры, и все остальное. Версия начинается от 4.64. Память типа LPDDR4X. Все скоростное, все топовое, все флагманское. Android 8. Великолепно. Батареи на 3300 мАч. Больше, чем у Meizu. Но тоже помню, что здесь AMOLED-экран. Поэтому батареечку обжать будет не так сильно. Ну и, друзья, здесь тоже есть NFC. Если честно, друзья, это очень скучный телефон. Вот просто не к чему прикопаться. И вроде не похвалить его особо не за что. И поругать тоже особо не за что. То есть, здесь, в принципе, все есть. Ну и как бы покупать его как-то особо не хочется. Почему он стоит на таком высоком втором месте? Во-первых, друзья, это ценник. Ну вот одно из самых больших преимуществ. Это Oxygen OS. Можно сказать, что OnePlus всегда следит за прошивкой. Это постоянно актуальная, очень хорошая прошивка. То есть, телефон у вас всегда будет быстро бегать. Не лагать максимально. Ну и кто же, друзья, на первом месте? Не буду долго томить. Это компания Xiaomi и это Mi Mix 2S. Первое, что бросается в глаза, это селфи-камера, которая установлена в нижнюю бороду. Если вы берете в белой версии, друзья, то это черное пятнышко на белом листе всегда будет видно. И это, наверное, самый-самый большой минус Mi Mix 2S. То есть, если вы делаете селфи, вам нужно перевернуть телефон. Если вы снимаете видео в вертикальном режиме, вам нужно перевернуть телефон. Если вы снимаете видео, в принципе, в горизонтальном режиме, или делаете фоточки в горизонтальном режиме, то здесь, в принципе, проблем нет. То есть, как бы нормально все решается. Но я бы вам посоветовал брать Mi Mix 2S все-таки в черной версии, чтобы камеру просто не было видно. И все, проблема решена. Понятно, что компания Xiaomi осознанно шла на этот шаг. Это действительно было так. Потому что, если вы хотите сделать безрамочный телефон, и чтобы не было моноброви, надо все равно куда-то эту камеру спрятать. И они сместили ее вниз. Вот в белом корпусе это оказалось минусом. В черном корпусе проблем нет. Зато сверху у нас максимально безрамочный экран. Он действительно очень красивый, солидно смотрится. Если вы козырнете этим телефоном где-то на публике, вы явно привлечете внимание всех. Здесь по начинке просто все, друзья, абсолютно топовое. Экран 599 дюймов. Full G+, разрешение. Это IPS-матрица. Здесь 845 дракон. В Dixo Mark он набирает 97 баллов. И это, в принципе, очень круто. В плане фотосъемки и видеосъемки. Здесь вообще, друзья, все в абсолютном порядке. В Antutu он набирает приблизительно 277 тысяч баллов. Здесь есть NFC, который великолепно работает. И самый главный плюс, наверное, друзья, это его ценник. Сейчас он стоит около 22 тысячи рублей или около 320 долларов. Так вот, друзья, многие из вас топят за Покафон. Это действительно один из самых крутых телефонов. Да, так и есть. Но, по сути, Mi Mix 2S обладает всеми теми же функциями, что и Покафон. Но стоит он всего лишь на 2000 дороже. То есть, Покафон вы можете взять за 20 тысяч рублей, а Mi Mix 2S за 22 тысячи рублей. Покафон берете за 300 долларов, то Mi Mix 320-315 долларов. Переплата совсем минимальная, но вы получаете без рамочки, с хорошими материалами и, по сути, топовой начинкой и лучшими, что самое главное, лучшими камерами, чем у Покафона. В общем, он стоит на первом месте, потому что это самый лучший безрамочник, самый лучший телефон без моноброви на данный момент по соотношению цена и качество, друзья. Это просто суперский телефон. Некоторые из вас скажут, и вдруг, а давай как-то в бюджетный сегмент немножко залезем. Да, в бюджетном сегменте, друзья, тоже есть телефоны. Наверное, если мы говорим о телефонах без моноброви, то есть, это относится все-таки к эстетической части, к красоте и так далее. Здесь я бы отметил Xiaomi Mi A2. Очень красивый телефон, с достойными, в принципе, показателями. Но 660-й снаб там с повышенными частотами, и он просто дичайше жрет батареечку. В этом проблемы этого телефона. Но там голый Android. И он входит в программу Android One. Это плюс все-таки этого телефона. Ну и, наверное, из бюджетных телефонов, которые до 200 долларов и без моноброви, все-таки это Asus Zenfone Max Pro M1. Это действительно самые лучшие, друзья, телефоны. Если бы не было компании Xiaomi, вот просто взять и убрать эту компанию, ее как бы нет. То Asus Zenfone Max Pro M1 сейчас был бы абсолютным лидером. Его бы просто выкупали партиями. Просто компания Asus не успевала бы создавать телефоны, чтобы продавать их потом. Понимаете, и в этом преимущество было, наверное, этого телефона, потому что там суперкрутая батарейка, великолепный процессор, там NFC работает, там есть, ну, все, все, что нужно. И тем более адаптированная хорошая система, там почти что голый Android, за которым компания Asus всегда следит и обновляет. А что нам еще нужно? Да, в принципе, больше ничего, друзья. С вами был я, Эдскрабер. Это был мой ТОП. Всем пока-пока.